Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередном вебинаре «Правильный понедельник», который посвящен ключевым макроэкономическим событиям прошедшей недели. Сценарий у нас традиционный – это подведение итогов основных релизов, того, как они повлияли и сказались на динамике активов. После мы переключаемся на основной фон, который только на повестке обсуждения. Впереди, соответственно, неделя у нас только стартовала. Все важные макроэкономические отсчеты, если у вас была возможность ознакомиться с содержанием экономического календаря, у нас только на повестке обсуждения. То есть, вкратце мы сейчас, безусловно, по ним всем пробежимся. Но не забывайте о том, что у вас есть возможность в формате каждодневного информирования лично со мной присутствовать на брифингах, где я традиционно подвожу итоги каждого дня и, соответственно, анонсирую события и того, как они могут повлиять на те или иные валютные и не только активы. Поэтому очень рад буду видеть вас на брифинге, тем более, что есть возможность его также посещать в формате онлайн через перископ. Что касается этой информации, то если у вас заинтересовал этот такой формат коммуникации, вы можете найти дополнительные данные у нас на сайте, чтобы посмотреть, к какому каналу подключаться на перископе. Ну и, конечно же, после каждого брифинга доступна запись. Также сегодня, понимая, что все-таки время для многих, может, и не подходящее, я традиционно призываю всех к обратной связи, чтобы определить золотую середину, которая устроила бы всех. Но, судя по тому, что высказываются только те, кто на вебинаре, соответственно, это те люди, которые смогли уже найти время, чтобы посетить его в 16.30. И, наверное, посыл не совсем верен. Но все-таки, даже если с посещением этого вебинара возникли какие-то трудности, нужно об этом сообщить, потому что я готов, как уже неоднократно отмечал, подстраиваться под вас, уважаемые трейдеры, двигать свое расписание, чтобы оно было максимально комфортным для вас. Это что касается прямого эфира. Ну и запись также будет доступна уже завтра на нашем официальном канале на YouTube. Соответственно, могут посмотреть те, кто сегодня его пропустит. Из объявлений, пожалуй, все. Давайте тогда не будем терять времени. Те, кто хотел присоединиться уже с нами. Ну и, соответственно, те, кто не смог, уже будут довольствоваться записью. Снова рад вас всех видеть, уважаемые друзья. Иначе сказать не могу. Спасибо, что, наверное, многие из вас присутствовали сегодня на брифинге. То есть я снова в обойме, снова слежу за финансовыми площадками и стараюсь вносить эту информацию до вас. Собственно, так и будем двигаться дальше. Давайте начнем прям с самого начала, потому что, снова повторяю, преемственность фундаментального фона очень важна. Поскольку, если мы зачастую не получаем на финансовых рынках, ну, понятно, природа Форекса такова, не получаем то, что хотим сразу, это не значит, что мы не получим. Просто нужно подождать чуть больше времени. Потому что, помимо нашего объективного, точнее, субъективного подхода к аналитике, который присутствует на площадках к отчетам, мы все равно полномерно выходим на более объективную картину и понимаем, ну, что же может произойти с тем или иным валютным активом, касающимся отдельных регионов и на фоне разных макроэкономических отчетов. Поэтому не расстраиваемся, если мы в моменте не видим того, что хотим увидеть, потому что подождем немножко, еще чуть-чуть, и непременно и евро ослабнет, и доллар вырастет. В общем, все пойдет так, как нам бы хотелось. Давайте поговорим о европейской валюте. Вы видели то, что евро стартовало прошлую неделю динамичным, бычьим, активным ралли. И только за первые две торговые сессии пара евро-доллар смогла набрать уже около 120 пунктов. Собственно, если говорить в целом про неделю, рост был еще более выдающимся, больше 200 пунктов. И при, скажем, определенном стечении обстоятельств мы могли бы лицезреть более высокое восходящее движение. Если вы помните, сегодня на бритинге я ясно дал понять, что, учитывая такое ралли, наверное, уже полномерно можно закрывать глаза на даже фундамент, поскольку совершенно очевидно, что евро не дружит с реальностью и не хочет закладывать в собственную стоимость те факторы, объективные предпосылки, которые сигнализируют, кричат, воют о том, что евро должно стоить ниже. Но евро руководствуется собственными целями, честно говоря, наверное, эти цели особенно искать не нужно, потому что, как таковых их нету, есть просто кулуарные игры маркетмейкеров, которые тащат актив к тем значениям, которые необходимы. Я думаю, что это рубежи либо 1.15, может быть, даже повыше, 1.16, 1.17, в частности, BNP борьба считает, что этим сакральным рубежом, откуда пойдут последующие распродажи, является значение 1.18. Но кто знает, точно то, что евро претендует на более высокие восходящие цели, я считаю то, что в ближайшее время мы сможем увидеть продолжение бычьего ралли. Но это уже чрезмерный рост, вот-вот мы нащупаем потолок, а значит оттуда последует уже распродажа, к которой мы давно готовы, потому что изо дня в день, из недели в неделю, собираем те самые доводы, факторы и те основания, которые могут и должны стать причиной того самого ослабления евро, на которое мы настраиваемся очень много времени. И как только мы доберемся до паритета, я уверен, это произойдет. Вы будете благодарны только сами себе, потому что не отказаясь от возможности более слабых ожиданий по динамике пары евро на доллар. Что касается факторов поддержки в начале прошлой недели для евро, их на самом деле было несколько. Это снижение доходности американских трежерис на фоне недостаточно оптимистических экономических данных, хотя в пятницу картина полностью изменилась. Это ожидание выступления председателя ФРС Джанет Йерин, но еще ожидание целого блока сильнейших макроэкономических отчетов, которые выпали на пятницу. Non-farm payrolls, индикаторы индекса разгона инфляции, состояние сферы слуха по АСМ, да и в целом мы еще следили за динамикой по росту заработных плат. Об этом мы еще поговорим, когда непосредственно доберемся до пятничной торговой сессии и будем подводить итоги уже замыкающего характера для всей недели. Что касается скептиков, скептиков на рынке было достаточно много. После Пасхи рынок был относительно малоактивным. Вы знаете то, что европейские и некоторые азиатские рынки были закрыты также, но статистики все же хватало. Публикованные в понедельник данные по росту расходов оказались неоднозначными. В частности, рост расходов потребителей оказался ниже ожиданий. Индекс цен по расходам на личное потребление, между прочим, это предпочтительный для ФРС показатель, на основании которого оценивается общая динамика инфляции. Вырос на 1% за 12 последних месяцев по сравнению с прошлым на 1,2%. Подобный фонд, собственно, и ослабил позиции доллара, чем тут же поспешили воспользоваться рисковые инструменты, и не только, но еще и японская валюта, которая даже по текущий момент, по текущую минуту продолжает доминировать над американским долларом. В поддержку для снижения пары доллар-японская иена, то есть в слабости доллара и роста японской валюты, еще сыграл и национальный фундамент японского происхождения, потому что в начале прошлой недели у нас была возможность оценить динамику ручных продаж в Японии. И все бы ничего, честно говоря, я бы не обратил внимания на этот отчет, потому что статистика, объективно говоря, не обладает потенциалом серьезного влияния, но у нас отчет оказался лучшим за последние 4 месяца. И я думаю, что подобные параллели, конечно же, проводить нужно, необходимо. Нужно следить за этими отчетами, особенно, наверное, нужны тем, кто верит в рост японского валютного актива. Я, честно говоря, не верю и думаю, что не ошибаюсь, потому что японская валюта, так же, как и евро, обречена на серьезное ослабление. Почему? Потому что точно такая же картина, как и в рамках еврозоны, сейчас разворачивается и в рамках Японии. Это крайне низкая потребительская активность. Вы видите, на каких уровнях находятся данные по инфляции, и вы видите, что предпринимает Банк Японии, чтобы исправить ситуацию. Это программа качественного смягчения. ЕЦБ уже пошел на дополнительные шаги по стимулированию, стал более агрессивно выкупать облигации. Банк Японии тянет резину. Я думаю, что это тоже вопрос ближайшего времени. То есть, Банк Японии осознает. Я полагаю, что уже даже до июньского периода, до летнего периода, что лучше, до выборов в Верховную Раду предпринять дополнительные меры экономической поддержки, чтобы простимулировать потребительскую активность и улучшить перспективы для экономики. И если это произойдет, значит мы, вот по сути, апрель-май у нас два месяца, когда мы будем активно ожидать сюрпризов со стороны японского регулятора. Эти сюрпризы могут подразумевать возможности доп. мер экономического стимулирования. После выхода хороших данных порочной продажи, мы видели, как пара USD-йена добралась до отметки 112, однако для японского валютного актива не все складывалось гладко, поскольку стоило ему только подобраться к этому рубежу, на рынке появилась информация о том, что правительство Японии рассматривает возможности, опять же, расширения QE на 3 триллиона йен, для того, чтобы оживить экономику. И как только эти слухи появились на рынке, мы увидели, как пара USD-йена снова двинула в район 112,50, то есть практически за очень короткий промежуток времени в формате отскока преодолела диапазон хода и, собственно, интервал в 50 пунктов. Помимо доллара под давлением находилось еще черное золото. Вы помните, что сегодня на брифинге мы очень детально остановились на этом активе, и я считаю то, что действительно сейчас позиции Brent и WTI очень важны для многих экономика, и особенно для тех валют, которые зависят от стоимости на энергосреде, ну и для России тоже. Поэтому каждый раз, когда мы возвращаемся к перспективам черного золота, когда мы с вами обсуждаем динамику Brent, я параллельно провожу взаимосвязи с курсом российского национального валютного актива, и мы строим, исходя из общего видения того, что должно и может произойти с рынком черного золота, какие-то сценарии действий поведения по рублю. Эта коллекционная связь сохраняется, я думаю, что она будет только увеличиваться. К сожалению, у нас самая настоящая порочная связь, и уж так сложились общие экономические реалии в российской экономике, которые не позволяют нам сейчас замахнуться на какие-то дополнительные источники драйвера роста, на высокие технологии, на развитый промышленный сектор, ну и так далее. В общем, для России нефть оставалась уже на протяжении многих десятков лет главной кормильцей, к сожалению, такая тенденция не меняется сейчас. Поэтому каждый раз, когда мы говорим про нефть, мы, по сути, говорим о перспективах российской экономики. Вернемся к позициям черного золота. Сейчас, если вы помните, на рынке активно обсуждаются слухи разного формата, разного происхождения Ирана, Саудовской Аравии, я думаю, что будут еще регионы, которые выстрелят в плане информативности. И все эти слухи касаются того, что же в конечном счете можно ожидать по итогам того заседания, которое состоится 17 апреля. То есть совсем скоро, через две недели, в воскресенье. Вы знаете то, что это заседание должно стать судьбоносным. Это без привлечения, действительно так. Потому что от стороны, вроде бы как железобетонной позиции, обозначение необходимости этой встречи, это не просто дань уважения тем, скажем, трейдерам, тем участникам финансовых рынков и той ситуации, которая складывается на мировой экономике. Это действительно вынужденная необходимость встречи, потому что, скажем, нужно принимать объективные решения, которые, по идее, в идеале должны были сломать или будут, смогут сломать негативный тренд, который складывается на рынке черного золота. Если зайти уж совсем с глобальной картины и оценить ситуацию в более глобальном и масштабном смысле, я хочу сказать то, что снижение цен на нефть стало причиной ни роста производства нефти, ни падения мировой экономики. Нет, здесь более такие высокие материи. Речь идет о заморозке колоссальных по емкости инвестиционных проектов, которые, в частности, лоббировались много лет назад. Еще и США, и России, в том числе, как совместные проекты и ближневосточным картелям. Это колоссальные, бешеные инвестиции в целом в мировую экономику. И поскольку цены на них снижаются, рентабельность подобных проектов даже до факта и момента их реализации уже под вопросом, то есть инвестиции продолжают снижаться, если мы сейчас оценим глобальную картину по инвестированию в мировую экономику. Сейчас мы наблюдаем самый настоящий глобальный кризис такого серьезного масштаба. И, в целом, наверное, те темпы экономического восстановления, которые характерны для отдельных регионов, они только подтверждают тот факт, что мировая экономика затухает. И здесь, конечно же, большое спасибо Китаю, который очень быстро дисконтировал все эти риски и угрозы и, в принципе, стал причиной этого всеобщего коллапса, паники, которая время от времени появляется на финансовых рынках. Поскольку все-таки мы начали говорить про нефть, я хочу, чтобы вы все прекрасно понимали, но последили за новостным фоном в воскресенье, 17 апреля, потому что это очень важный день. И до того, как мы снова с вами встретимся, это сначала будет брифинг 18 апреля, а потом и вебинар, уверен, что вы все прекрасно уже сами поймете, потому какая договоренность будет, и будет ли она вообще достигнута. И уж тем более вы все поймете по тому движению, которое покажет черное золото. Потому что здесь не может быть двухсмысленных трактовок и интерпретаций. Здесь снижают объем производства, либо фиксируют выработку на тех значения, которые устроят мировую экономику, и не будут создавать дополнительную нагрузку на гиперизбыточное предложение. Тогда нефть растет, мчится как локомотив вверх к уровню следующего сопротивления 50 долларов за баррель. И в противном смысле, в противовесе этого сценария, отсутствие каких-то договоренностей, встреча будет просто очередным поводом попить кофе, чаю, поесть восточные сладости и так далее. Разъедутся, не будет никакого компромиссного решения, оставить этот вопрос в новоподвешенном состоянии, мы будем распродавать бренды WTI. И под распродажами я подразумеваю не просто какой-то краткосочный селл на пару-тройку долларов, на 10 даже процентов, на 15, на 20. Нет, под распродажами я подразумеваю серьезное ослабление, которое станет новой реальностью для рынка черного золота. И эта реальность нам, в принципе, уже знакома, потому что мы когда-то свалились со 100 долларов за баррель, до 30-ки, и потом немного отросли. Даже ниже 30 долларов за баррель было. И сейчас этот сценарий, вот в перспективе двух ближайших месяцев, ну через двух ближайших недель, через две недели, по сути, снова может стать реальностью для рынка черного золота. Поэтому для тех трейдеров, которые долгосрочно ориентированы по торговле этим активом, я советую сейчас держать руку на пульсе и верить в то, что распродажи неизбежны, и эти распродажи мы сможем использовать по максимуму. Как я уже отметил на сегодняшнем брифинге, конечно же, я буду следить за новостным фоном. Конечно же, я буду стараться, скажем, доносить эти сведения, которые будут появляться на рынке до вас. Может быть, даже буду питать какие-то иллюзии касательно крокосрочного роста. Хотя это не иллюзия, это совершенно оправданное, логичное ожидание. Тем более, что на спекулятивном спросе можно очень неплохо подрасти. Но долгосрочно, в глубине души, я считаю, что встреча будет никакущей, безрезультатной. Никаких договоренностей не будет. И через позицию сейчас и Саудовской Аравии, и Ирана мы прекрасно понимаем то, что, скорее всего, действительно именно так оно и будет. Поэтому я готовлю себя к затяжным долгосрочным распродажам. А если вы не торгуете нефтью, ну, наверное, перспективы рубля вам не безразличны. Поэтому вы должны понимать, что в случае снижения позиции черного золота, углеводородов, энергосылья, рубль окажется снова под прежним витком девальвации и рискует уйти не выше 70, не выше 75, а рвануть выше 80, а может быть даже и еще к более высокой сопротивленческой планке. Это немного отвлеклись для долгосрочных ориентировок. Я хочу, чтобы вы прекрасно понимали, чем мы сейчас живем, чем мы движимы по трейнгу этими активами и на что мы с вами ориентируемся. Из другого фона. Саудовская Рави и Кувейт сообщили о том, что в ближайшее время собираются освоить новые месторождения, они у них по запасам были, которые позволят добавить к общему объему производства еще свыше 300 тысяч баррелей в день. Ну, только дополнительных объемов производства нам сейчас, конечно же, не хватало. Давление на бренд усилила и статистика по росту запасов нефти США по версии API. Плюс 2,6 миллиона баррелей позже у нас вышли уже официальные данные от Минэнерго США. И здесь вы также понимаете, без изменений, ну, без изменений с точки зрения растущего тренда. 2,29 миллиона против прогноза 3,1. Ключевым макроэкономическим событием первой сессии в прошлой неделе стало все-таки выступление главы Федеральной земной системы Джанет Ерин, которая в очередной раз подчеркнула осторожный подход к нормализации денежно-кредитной политики в свете опасений, которые фигурируют, присутствуют на рынке из-за глобального экономического спада, о чем мы говорили. Но еще Ерин почему-то продолжает циклиться на внутренней угрозе. Непонятно просто откуда она идет, особенно если последние цифры и последняя статистика не рисованы. Да, я могу допустить то, что мы видим ту статистику, которую нужно, чтобы мы видели представителям американского регулятора. Но все-таки, если уж не мудрить так сильно, а говорить по факту, есть такая-то статистика и какие выводы нужно делать по этому поводу. У нас сейчас, я думаю, вы со мной согласитесь, но достаточно поводов и оснований замахиваться на рост американца. Тем более, что если все представители ФРС, да даже Джанет Ерин цепляются за состояние американского рынка труда, ну разве не достаточно того позитива, который мы увидели в прошлую пятницу. 200 тысяч сначала по ЭДП новых рабочих мест, потом еще более неплохая цифра уже от Non-Farm Parals, вместе с хозяйственного сектора числа новых рабочих мест. Ну, снова я чуть отвлекся, все-таки давайте, когда перейдем к пятнице, я еще раз коснусь этих отчетов. Ну, хочется мне, конечно же, поговорить уже про динамику заработных плат, потому что надеюсь, что те, кто внимательно смотрит брифинги и посещает регулярные правильные понедельники, знают, каким сейчас подходом нужно руководствоваться для оценки дальнейшего вектора монетарной политики. И здесь, опять же, очень важное, большое значение играет как раз динамика прироста уровня материального благополучия и заработных план для американских потребителей. Что касается Джанет Ерин, в своем выступлении, которое она дала на экономическом форме, по-моему, он в Нью-Йорке, состоялся, заявила, что центральная банка должен быть осмотрительнее, учитывая текущие экономические перспективы. И Джанет Ерин почему-то отметила, что слишком рано говорить об устойчивом росте базовой инфляции. Тем более, что особенно это странно слышать тогда, когда именно базовая инфляция у нас и подрастает на протяжении последних месяцев. Ерин также отметила, что центральная банка может обеспечить больше покупки активов в случае необходимости. Но очень многие ждали каких-то комментариев по поводу отрицательных процентных ставок, но до них дело не дошло. Я думаю, что до таких мер экономического стимулирования ФРС явно не доберется в ближайшее время. Наверное, под каким углом мы бы сейчас не постарались проследить и проанализировать американскую экономику. Но повышение процентной ставки, вот это как раз тот сценарий, который мы с вами ждем, на который рассчитываем, и я уверен, что мы его дождемся. В апреле были шансы увидеть следующие повышения процентной ставки, но судя по словам Джанет Ерин, она будет выступать против подобной инициативы, а поскольку конечное слово все-таки за ней, конечно же, такая идея протащена не будет. Но мы понимаем то, что повышение процентной ставки не состоится пусть сейчас, может быть, через месяц, через квартал, но это непременно случится в этом году. Может быть, даже несколько повышений процентной ставки. И рост процентных ставок для доллара – это серьезный фактор, ключевой, наиглавнейший, основополагающий повод для фундаментального роста. Если мы посмотрим на индекс доллара в первом квартале 2016 года, то он просел, и просел до минимальных уровней с 2008 года. Я думаю, что индекс доллара, да и самая американская валюта в этом квартале чувствовала себя очень плохо, да так плохо, как она не чувствовала себя очень много лет. Опять же, вы понимаете, что эти настроения, которые мы продолжаем обсуждать, анализировать отношения американцев, они связаны с слухами того, будет ли все-таки ужесточать монетарная политика, либо на это потребуется больше времени. Мы, люди подневольные, вынуждены следить за той ситуацией, которая сейчас складывается на финансовых рынках. И, разумеется, если будут поводы, если будут возможности зацепиться за ожидание того, что ставку будут повышать в ближайшее время, мы это сделаем. Хотя я не отказываюсь от этой идеи даже сейчас, поэтому не могу даже представить собственные видения, собственные представления о том, что доллар сейчас стоит распродавать. Я считаю, что если в ближайшее время я анонсирую идею того, что доллар нужно продавать против японской иены, наверное, это будет мой последний вебинар, потому что это будет позиция против принципов собственных. Я не хочу им изменять, собственно, так же, как уверен, никто не изменяет из вас собственным принципом. Есть ожидание того, что американец должен расти, есть определенные объективные предпосылки, поэтому я буду продолжать их лоббировать и озвучивать собственную позицию. Моя позиция вместе с вашим видением рынка, вместе с аналитикой, которую, может быть, вы также предпочитаете помимо нашей, вместе с техническим видением. Вот и целостная картина, которая и должна выводить на более объективное инвестиционное решение. Надеюсь, что именно таким подходом вы и пользуетесь. Что касается динамики европейского валютного актива. Ралли евро продолжалось на протяжении всей недели. Понятно, что оно было усилено еще и такими мягкими комментариями Елен. И очень важно то, что сломить этот восстановительный тренд по евро не смогли даже комментарии представителя Европейского центрального банка Кире, который отметил, что есть возможность увидеть еще одно снижение процентной статки со стороны Европейского центрального банка. И мы понимаем то, что действительно она есть. Если текущих мер будет недостаточно, чтобы разогнать инвестиционные потребительские цен, тогда как пить дать? И ЦБ снова пойдет на более агрессивные шаги. Хотя может ли быть что-то более агрессивнее, чем те меры, которые мы услышали по итогам прошлого заседания? Может быть. Потому что потолок программы количественного смягчения можно еще поднять. Ставки можно еще снизить. По депозитам они давно на отрицательной территории. Почему бы не просисти еще ниже? Учитывая то, что есть прецедент также европейского масштаба, вы знаете, что в Национальном банке Швейцарии ставка по депозитам составляет минус 0,75%. Это очень много. Поэтому пространство для действия у Европейского центрального банка сохраняется. Помимо евро продолжили расти и прочие рисковые активы. Также стоит отметить, что торговая сессия среды была характеризована как настоящее противостояние евро и американца, потому что весь фундамент, который мы анализировали, был посвящен, собственно, этим активам. Данные по индексу потребительских цен в Германии указали на рост индикатора на 0,3% против прошлого 0. Мечный показатель прибавил 0,8% против прошлой оценки 0,4%. Карты евро вполне могли спутать сильные данные по американскому рынку труда по версии ADP. Напоминаю, что число новых рабочих мест по оценке частного агентства составило 200 000 против прогноза 194. И, по идее, этот фундамент, который готовит к тому, что инон фарм ПРОС будут очень хорошими, должен был спровоцировать ослабление европейского валютного актива. Однако этого не последовало. В среду на рынке появился еще один негативный фактор и для рынка черного золота. Согласно опросу Reuters, объем добычи нефти в странах ОПЕК вырос за последний месяц на 100 000 баррелей в сутки и уже, по сути, добрался до планки в 33,5 млн баррелей. Мы об этом также сегодня говорили на брифинге. Чтобы не повторяться, я хочу сказать, просто это очень много. И если текущие объемы производства будут заморожены на актуальных цифрах, это все равно будет серьезной проблемой для черного золота, для стоимости этого актива и спровоцирует неизбежное ослабление. Собственно, как только эта информация появилась на рынке, мы увидели, как Brent тут же стали распродавать и особенно динамичное снижение мы наблюдали в пятницу, потому что тогда Brent приталил поддержку в 40 долларов за баррелей и ушел ниже. Хотя я считаю то, что мы сможем увидеть в перспективе двух в ближайших неделе еще уровень 41,5. Это так в качестве бонусного прогноза, который, на мой взгляд, вполне состоятельный на фоне ожиданий. Участники рынка, которые продолжали торговать евро, в четверг сфокусировались на данных по инфляции и индексу потребительских цен. В частности, годовой показатель минус 0,1 против прогноза минус 0,1%. Как вы думаете, свалилось ли евро после этого отчета, указывающего на крайне высокие риски дефляции, которые, собственно, и стимулируют ЕЦБ на новый мир экономического стимулирования? Нет, евро, по сути, проигнорировало и этот новостной фон, стал расти и потащил за собой другие рисковые инструменты. В частности, европейская вольта против доллара добралась до локального хая 1,1411. Фонда подрастал, хая 1,4425. Ауси и Киви также следовали за европейским вольтным активом. В частности, пара австралийцев против доллара протестировала отметку 0,7721. Это, между прочим, максимальное значение хай с июня 2015 года. Отметить стоит канадца, который использовал еще слабость доллара, ну и воспользовался поддержкой национального фундамента и данных по ВВП. В частности, отчет экономического роста показал то, что индикатор восстановления экономики прибавил на 0,6%, что оказалось двое сильнее ожиданий рынка. Ну и, конечно же, торговая сессия пятницы, где сразу сошлось воедино несколько серьезных отчетов. В целом, это статистика американского рынка труда. Non-farm payrolls. Количество новых рабочих мест, ресторан безработицы и динамика заработных плат. В частности, я думаю, что вы все уже запомнили эти цифры. Они являются очень важными, по сути, барометрами для дальнейшего поведения доллара. Безработица с 4,9% снова вернулась к отметке 5%. Но это ерунда. Даже можно не обращать на это внимания. Новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора 215 тысяч, противопрогноза 205 тысяч. Заработная плата в месячном эквиваленте выросла на 0,3% с прошлого снижения на минус 0,1%. И если мы отмотаем на месяц назад, на предпоследнюю конференцию Джанек Селина, она давала ясно понять, что если будут расти заработные платы, значит она может изменить собственное позиционирование и собственное видение. И начать уже лоббировать какие-то идеи жесткого такого подтекста и более жестких формулировок, которые в конечном счете выведут ФРС на повышение процентной ставки. Вот, пожалуйста, по динамике заработных плат мы видим позитив. Он совершенно очевиден. Годовой показатель также неплохой. Индекс постепенного разгона инфляции по версии АСМ 38,5% это прошлый индикатор, сейчас 51,5%. Индекс деловой активности по АСМ, который генерирует больше 60% темпов экономического роста, 51,8% с прошлой отметки 49,5%. То есть индикатору снова удалось уйти выше рубежа 50, который отделяет рецессию от восстановления. Сектор восстанавливается, чувствует себя очень неплохо. И если мы говорим про хороший индикатор АСМ, значит, мы готовим себя к тому, что в рамках ближайшего месяца экономика может продолжать динамично создавать новые рабочие места. Значит, по итогам апреля мы будем, скорее всего, констатировать еще один дополнительный прогресс и позитив через Non-Farm Perils и, в идеале, конечно же, через динамику заработных плат. Казалось бы, ну как не вырасти на таком новостном фоне. Однако, даже такая статистика не поспособствовала росту американца. В частности, пара USDN продолжила слабеть и провалилась до отметки 111,58, откуда сегодня уже следует дальнейшее понижательное ралли. Но я считаю то, что если уж не американский национальный фонд, то, по крайней мере, какие-то формулировки со стороны Банка Японии должны уже вмешаться в текущую ситуацию. Под формулировками я подозреваю возможность каких-нибудь вербальных интервенций, а возможно, даже старых добрых анонсов, новых мер экономического стимулирования. Поэтому USDN, как я уже отметил в ходе этого вебинара, я по-прежнему рассматриваю с точки зрения покупок. И поскольку уже понимаю то, что ниже пара уже не пойдет, я, пожалуй, даже скорректирую ожидания по трейдингу по USDN и не буду дожидаться отметки 115. А постараюсь войти в трейдинг в длинную сделку с гораздо более близким к текущим значениям рубежей. То есть об этих целях я расскажу вам завтра. Сегодня еще давайте понаблюдаем за ситуацией. Но на брифинге непременно завтра анонсирую эту новую инвестиционную идею. Теперь плавно предлагаю перейти к отчетам этой недели. Завтра у нас с утра в 7.30 данные по экспорту и импорту, поскольку брифинг у нас состоится в 9.30. Поэтому можете даже себя не утруждать оценкой этого новостного фона. Я сделаю это за вас, а вам просто расскажу о самом интересном, что может быть по факту публикации данных по торговому балансу и экспорту с импортом Австралии. Но здесь хочу сказать то, что мне будет крайне интересно посмотреть на текущие показатели по торговому балансу, потому что считаю, что текущие значения по австралийцу очень высоки и они создают угрозу для национальных производителей. Если мои ожидания будут оправданы, завтра мы увидим это в цифрах. А значит, австралиец получит еще один пинок для того, чтобы все-таки вернуться к более приземленным ценовым значениям, но уж никак не торговаться на тех рубежах, на которых он находится сейчас. Далее из других отчетов о роничной продаже и производственной заказе в рамках валютного блока. Хорошая статистика для общего развития. Среди им смотрим. Но понимаем то, что евро сейчас будет, наверное, при любом на складе двигаться вверх до тех пор, пока не доберется на того уровня, который мы с вами обозначили как наиболее вероятный. Это 1,16, может быть, даже еще выше. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг США. Вот это уже крутая статистика, которая позволит нам... Хотя, честно говоря, наверное, здесь я, может быть, даже поторопился с точки зрения региона. Может быть, нас ожидает завтра отчет по деловой активности всех трех услуг по Британии. Это точно завтра будет этот релиз. И, соответственно, если завтра по английскому рынку мы увидим хорошую статистику по сфере услуг, между прочим, в Англии она составляет уже 90% всей экономики национальной, то положительный тренд, который сейчас разворачивается по фунту, будет продолжен. Но я считаю то, что увидеть хорошую статистику завтра крайне маловероятно, тем более, что у нас есть еще и другой негативный фон, предполагающий Бритзит, возможность выхода Англии из состава Европейского интеграционного союза. Поэтому по фунту советую не обольщаться на текущие локальные бычьи выпады и знать то, что фунт пойдет в ближайшее время к тем значениям, которые мы обозначили с вами ранее. Это планка поддержки 1.40. Доберемся оттуда, ребята. На прошлой неделе, точнее, даже на позапрошлой, у нас практически были уже все поводы, чтобы протестировать эту поддержку, но немного не дотянули. Но все равно, может быть, я пожадничал, сориентировал вас на то, что можно дождаться профита в несколько фигур и не дал рекомендацию закрыть и зафиксировать текущий профит, поэтому прошу прощения. Но особо просить прощения не буду, потому что уверен, что фунт в ближайшее время позволит мне реабилитироваться и, соответственно, затачит ваш продажный ордерак той поддержкой, которую я обозначил. 1.40. Отчет Американского нефтяного института АПИ. Здесь классика жанра, ничего пока не изменяется. Ждем очередного прироста объемов добычи, точнее, объемов запасов. И, по идее, это бы негативный фактор, конечно же, для нефти. Но все-таки я считаю то, что сейчас и рынок черного золота в преддверии, опять же, 17 апреля на эту статистику обращать внимание особо не будет. Очень много будет зависеть от комментариев со стороны Саудовской Аравии и других представителей ближневосточного картеля. Вот на них и будем ориентироваться. А в среду у нас индекс PMI-какин в секторе услуг по Китаю. После промышленного сектора, который чуть лучше оказался прогнозом, может быть, есть возможность увидеть и хорошие цифры по Китаю. Я хочу лично увидеть эти хорошие цифры, потому что не хочется, чтобы евро получил еще один повод для фундаментальной радости для себя. Потому что вы знаете, что слабая статистика по Китаю снова провоцирует трейдеров на уход в защитные активы и повышает привлекательность главного валютного риска, как валюты фондирования и финансирования. То есть на протяжении последних, наверное, месяцев 4-5 мы видели, как активно евро росло на этом фоне. Хочется сейчас, чтобы Китай немножко пообломал рога быкам. И если статистика, пусть она даже совпадет с оценкой, но не будет такой плохой, как и ранее, этого будет достаточно, чтобы мы несколько убрали в сторонку глобальные экономические риски и стали больше локально точно анализировать актуальный фундамент. Промышленное производство Германии, заседание Европейского Центрального Банка, изменение запасов нефти и нефтепродуктов, плавными проехали эти отчеты и протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. Вот это событие номер один для всей недели. Поэтому сейчас у нас будет еще выступление, по-моему, даже завтра представители ФРС, послушаем позицию Эванса. Если выступление будет отложено, ни беда, ни суть важна. Мы знаем то, что сейчас все будет, опять же, упираться в возможные ожидания по повышению процентной ставки, но на этот месяц мы не настраиваемся, что ФРС поднимет процентные ставки. Он действительно не поднимет их. Но через протокол может быть ясна позиция по тому, как американский регулятор будет действовать дальше. И вот там уже поищем ключики для разгадки того самого таинства, которое предполагает возможный, но пока не реализованный рост американца. Давайте ждать повода для поддержки этого актива. И тот, кто ждет, тот непременно дожидается. В четверг статистики уже будет поменьше, но у нас выступление Драги. Хотел я также включить в четверг еще и выступление главы ФРС Джанет Хилли, но оно состоится практически с четверга на пятницу в 0.30 по московскому времени. Понятно, что здесь у нас будет противостояние настоящих конфликта монетарных политик. Интересно будет послушать сначала Драги. Наверное, снова будут обозначены возможности новых мер поддержки через доп. стимулы или то, что на реализацию текущей программы количественного смягчения ее влияние потребуется больше времени. Это все касается евро. Но, как мы уже говорили, евро сейчас плевать хотела на те действия, которые мы видим со стороны Европейского Центрального Банка и вообще на логику. А значит, просто послушаем Драги, что-нибудь выудим для себя в качестве информации и пойдем дальше. А вот Джанет Хиллин, может быть, проанализирует цифры прошлой пятницы, соберется более объективно с реальностью последних отчетов. Уж, наверное, точно есть повод, чтобы сделать это. И предложит нам, может быть, хоть какой-то намек на то, что она может изменить свою позицию и пересмотреть позиционирование на более жесткие формулировки. И этого будет предостаточно, чтобы мы увидели рост по американцу, который нам необходим. А как торговать американцам против иены, в частности, как я уже сказал, завтра на брифинге я вам предложу инвестиционную идею. Вот так и будем действовать всем. Англия, промышленное производство, торговый баланс. В частности, по торговому балансу сейчас сказать ничего не могу. Вроде бы как фонд все-таки ослабел в последнее время. По промышленному производству здесь также оснований видеть хорошие цифры нет. Поэтому традиционно по английскому регулятору и английскому рынку я жду плохую статистику и статистику, способную усилить давление на британца. Канада изменит числа занятых в уровне безработицы. Канадская валюта уже неплохую поддержку получила по факту выхода хороших данных по ВВП. Если рынок труда поддержит канадскую валюту, тогда мы увидим еще большую просадку даже ниже текущих значений. Но все-таки нужно понимать, что поведение канадца в конечном счете будет зависеть от динамики нефти. А здесь у нас все по-прежнему упирается в дату 17 апреля. Ну и традиционный отчет пятницы. Это данные Baker Hudges по активным нефтяным платформам в США. Здесь может быть снова очередное снижение количества буровых. Но, как я уже сказал, эта статистика будет иметь только микро-локальное воздействие на бренд, потому что среднесрочное позиционирование на несколько недель вперед будет зависеть от комментариев по поводу встречи, которая состоится 17 апреля. А здесь я уже настроился на то, что мы можем увидеть возобновление бычьего ралли и снова тестирование сопротивления на отметке 41, а может быть даже с уходом в район 41,5 доллара за баррель. Ну и, конечно же, ценовые ориентиры по наиболее ликвидным валютным парам. Евро-доллар 1,1250. Позволил я себе еще раз попытать удачу и поставить на ослабление главного валютного риска. По Австралии 0,75. Думаю, что протоколы ФРС помогут добраться до этого ориентира. USD на 113. Здесь жду роста. И фонд, конечно же, ослабление к тому самому ценовому рубежу, который я обозначил. 1,40. Собственно, на этом все. Если есть вопросы, можете задавать их либо в рубрику «Общий чат», либо в рубрику «Вопросы». Если пока не сформулировали еще их, вы знаете, что каналы коммуникации у нас извечные, постоянные. Это YouTube и форум Момаркет. Сможете писать прямо туда. Я стараюсь мониторить все эти направления и по возможности, конечно же, отвечу. Тем более, что на форуме будет, конечно же, интересно обсудить конкретную ситуацию не только со мной, поскольку у меня только одно субъективное мнение, но и с другими участниками форума, которые, уверен, поддержат, скажем, любое начинание, любую тему, касающуюся перспектив рынка Форекс-активов, либо активов фондового рынка, либо даже товарно-средневых. Что касается пропала картинка и звук, честно говоря, больше, скажем, подобных комментариев нет. Могу предположить, что это разовая трудность, которая возникла только у вас. Но все равно прошу прощения за то, что случилось так. Как меня слышно, уважаемые трейдеры? И видно ли меня сейчас? Если все нормально, можно поставить плюсики. Уважаемые трейдеры, как меня слышно? Так, хорошо. Ну, обратной связи нет, может быть, действительно возникли какие-то проблемы. В любом случае, я благодарен всем за присутствующим сегодня на вебинаре. Если есть вопросы, как я уже отметил, с радостью на них отвечу через любой канал коммуникации. Запись будет доступна уже завтра. Ну и завтра, даже до еще публикации и выкладки записи, мы с вами снова увидимся на брифинге, чтобы подвести итоги сегодняшней торговой сессии. Хорошей вам торговой сессии, хорошей торговой пятидневки. Всего доброго. До свидания.